Валерий Седов Сегодня день уголовной исправительной системы. Мозаика всей страны. В Рязанском цирке снова премьера. В эти выходные Рязань превратилась в самую настоящую Венецию. Резкое потепление и обильные осадки спровоцировали подтопление жилых домов. Губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале заявил, что, цитата, «из-за подъема уровня воды перекрыта часть низководных мостов, установленные соответствующие знаки. На местах проводится работа с жителями, жизнеобеспечение не нарушено». «При необходимости людей эвакуируют. Организованы лодочные переправы». Впрочем, Паводок сегодня не только в области. Он добрался и до многоэтажек в самой Рязани. Весь этот водный мир случился с Рязанью на выходных. Оттепель вкупе со снегопадом превратили лед на дорогах в кашу, а затем и в небольшие речки. От такого погодного комба не выдержали и линии контактной сети. Их кратило, они вспыхивали прямо на центральных улицах города, полностью движение троллейбусов восстановили только к утру понедельника. «Ливневки» работали с перегрузом и явно не справлялись. На их расчистку коммунальщики бросили дополнительные силы. Но в итоге разлив стал угрожающим не только для частного сектора, но и для территорий жилых комплексов. В воскресенье, например, залило территорию возле ЖК «Паруса» на Солочинском шоссе. Всем этим рязанцы с удовольствием и без делились в социальных сетях. Впрочем, в районах ситуация была не лучше. В Александроневском районе река Хупта поглотила низководный мост у деревни Норовка. Уровень воды там сегодня выше полотна моста на 185 сантиметров. А в Ряжске вообще произошел казус. Под воду ушла целая фура. В управлении МЧС Паризанской области акцентированно уточняет, что мужчина ехал по закрытому огражденному пескому участку подтопленного моста через всю ту же реку Хупта. Кроме того, там были установлены запрещающие знаки. Сейчас оперативная группа ГУ МЧС в составе пяти человек пытается вытянуть затонувшую фуру. Им помогают специалисты поисково-спасательной службы на воде в составе десяти человек и двух единиц техники. Помимо Хупты, похожим образом ведет себя и АК. Согласно сводке спасателей, в черте Рязани ее уровень повысился на 12 сантиметров. Под угрозой половодия также Касимов и Старая Рязань. В настоящее время на контроле ГУ МЧС России Паризанской области подтопление 11 низководных мостов. Движение транспорта по ним прекращено. Установлены ограждения и запрещающие знаки. Проведено оповещение населения. Жизнеобеспечение населения не нарушено. В том числе решены вопросы пожарной безопасности, продовольственного и медицинского обеспечения. Эвакуации населения пока не требуется. Сегодня ситуацию немного исправила минусовая температура. Большая часть талого снега подзамерзла. Впрочем, совсем скоро постоянно плюсовые значения. А значит, это время на передышку надо бы использовать правильно. Возможно, непогода повлияла и на количество ДТП в области. А их было уже девять. Причем есть даже погибшие. Статистика от госавтоинспекции вообще получилась грустной. Это кадры с 547-го километра автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Причиной аварии здесь стали не погодные условия, говорят в госавтоинспекции, а ошибка водителя. Но это пока предварительная информация. Сейчас ведомство проводит необходимую проверку. По предварительной информации, осуществляя опережение справа грузового автомобиля «ДАВ» с полуприцепом в цисцерной, не увиделся в безопасности своего маневра и допустил касательное столкновение с ним. После чего произошло столкновение с грузовым автомобилем «Скалью» с полуприцепом. В результате этого происшествия водитель, а также 48-летняя пассажирка автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью и скончались на месте дорожной аварии. Всего за прошедшую пятницу и выходные зарегистрировано 9 ДТП, где есть пострадавшие. Травмы у семерых погибли трое. Аварий с материальным ущербом практически в 14 раз больше – 123. Основная причина – невнимательность водителей. Впрочем, погодный фактор отрицать тоже не стоит. С наступлением весны днем температура плюсовая, а вечером опускается ниже нуля, говорят в госавтоинспекции. Оттого и просят ведомстве быть водителей аккуратнее на дороге. Особенно осторожными необходимо быть в местах, там, где есть путепровод или мост. Также перед пешеходными переходами и перекрестками. От ответственности водителей часто зависит безопасность всех участников дорожного движения. Не стоит забывать и про скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Тогда дорога до работы обойдется без происшествий. В схему движения транспорта в Рязани будут внесены изменения. Сделают это для увеличения пропускной способности. Так заявили в управлении благоустройства. Изменения внесут на перекрестках Первомайский проспект улица Вокзальная и улица Интернациональная улица Бирюзова. Так, на улице Вокзальная при движении со стороны железнодорожного вокзала Рязань-1 по правой стороне будет разрешен поворот направо. Со средней полосы также направо, а с левой прямо и направо. При движении со стороны вокзала Рязань-2 с правой полосы разрешенные направления направо, прямо и налево. Со средней и левой только налево. Изменения вступят в силу 14 марта. Кроме того, на улице Интернациональная при движении в сторону улицы Березова будет разрешен левый поворот с двух полос в направлении северной окружной дороги. Изменения будут внесены с 21 марта. Существующие дорожные знаки заменят, а в режим работы светофоров будут внесены изменения. Администрация города просит автовладельцев принять эту информацию к сведению. Сегодня профессиональный праздник работников уголовной исполнительной системы. 12 марта 1879 года российский император Александр II издал указ о создании главного тюремного управления, которое положило начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России. В Академии ФСИН сегодня чествовали особо отличившихся. В настоящее время в задачи сотрудников уголовной исполнительной системы входит не только ограждение законопослушных граждан от разных преступных посягательств, что необходимо для спокойной жизни каждого члена общества, но и возвращение отступившихся, нарушивших закон людей, к полноценной жизни в обществе. Легкий труд сотрудников УИЗ сопряжен с высочайшим уровнем ответственности, так как мы отвечаем за людей, несмотря на то, что они переступили закон. Сотрудников поздравляли представители местной власти и других ведомств. Мероприятие состоялось в Академии ФСИН. Это ведущий вуз Федеральной службы исполнения наказаний, который наряду с другими вузами в первую очередь осуществляет подготовку кадров для уголовной исполнительной системы. 12 марта исполнилось 144 года инициарной системы нашей страны. Летопись начинается с 1897 года, когда император Александр II подписал указ о создании тюремного департамента. Шли годы, но неизменным оставалось одно. Люди, которые посвятили свою жизнь служению во благо Отечества, выполняли свои обязанности по исправлению лиц, которые оступились, приступили к черту закона. Как и любая профессия, уголовно-исполнительная служба не стоит на месте. Развитие можно проследить с каждым годом. В стране существуют научные институты, которые создают методологию работы с заключенными и методологию подготовки сотрудников. Единая социальная выплата стала главной темой прямой линии с заместителем управляющего регионального отделения Социального фонда России Ириной Шитовой. Про дотации наш телеканал уже рассказывал неоднократно, поэтому мы остановились на других вопросах. Для поддержки семей с детьми федеральным бюджетом предусмотрено больше 40 видов выплат. Однако самое новое – единое пособие. Назначили его еще 23 января, но многие не разобрались с ними до сих пор. Вопрос, который открыл прямую линию – приостановят ли другие выплаты с назначением единого пособия. Ответ утвердительный. Эти две нормы не могут параллельно действовать. Фактически, если семья подает заявление на единое пособие, выплата из материнского капитала прекращается. И тут же семье предлагается подать новые заявления на выплату из материнского капитала уже с учетом изменений в законодательстве, потому что выплата может быть установлена на любого ребенка вне зависимости от очередности рождения. То есть и на первого, и на второго, и на третьего до трех лет, соответственно, будет выплата у нас производиться и единого пособия, и выплата средств материнского капитала. Но для этого нужно обратиться. Все вопросы, прозвучавшие в прямом эфире, касались поддержки семьи с детьми. Например, могут ли работающие родители, которые получают пособие по уходу за ребенком старше полутора лет, рассчитывать на единую выплату? Ирина Шитова заверила, что да. Другой вопрос касался статуса добровольца у супруга. При той же единой выплате считается общий доход семьи. И супругу интересовал вопрос, как скажется на бюджете то, что супруг мобилизован. Ирина Шитова ответила, что в заявлении на выплату можно указать этот факт. И тогда доход супругу учитываться не будет. Здесь нужно обратиться лучше в клиентскую службу. Как бы ситуации бывают разные у семьи. Наверное, там получить консультацию с представлением тех документов, которые сомнения и волнуют, что вдруг не положено будет. Или, например, отказали, а гражданин все равно претендует. Такие личные консультации лучше получать в клиентской службе. Если этот вопрос без обозначения каких-то персональных данных, то можно позвонить по телефону горячей линии 8 800 200 03 01. Ответы на часто задаваемые вопросы есть и на сайте фонда в разделе «Семьи с детьми». Информация там всегда обновляется. Плюс есть в разделе и про другие выплаты, которые положены семьям с детьми. Две вертолетные площадки обустроят специально для нового военного госпиталя, который сегодня строят в Дашково-Песочне. Об этом на своей странице написал депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Красов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне. Напомним, возведение военного госпиталя на территории 80 гектаров стартовало в январе. Сейчас его решено превратить в медицинский городок. Вот прямая цитата Андрея Красова. В нем предусмотрены трехэтажные корпуса, непосредственно стационара на 150 мест, инфекционного отделения на 30 мест и поликлиники. Появятся две специально оборудованные вертолетные площадки. Госпиталь будет оснащен самым передовым медицинским оборудованием. В планах также озеленение и благоустройство территории. Конец цитаты. Напомним, строительство военного госпиталя идет с декабря. Завершить его планируют до ноября этого года. Впервые в Рязанском цирке с 11 марта по 16 апреля сказочное цирковое представление «Вместе целая страна». Главный герой уникальной программы, известный всем с детства Петрушка. Вместе с ним зрителям и предстоит путешествие по России. Многонациональная культура великой страны, колорит, музыка и танцы, а также смена всех времен года. Наша съемочная группа увидела премьеру циркового спектакля. В этом представлении сложилось все – удивительные животные, веселые королевские пудели, сильные и быстрые лошади, заколдованные ловкие медведи. И сложные групповые номера, которые удивят даже самых искушенных зрителей. Акробаты на подкидных досках и на проволоке, эквилибристы на параллельных першах, жонглеры на ходулях, бесстрашные джигиты. Больше всего понравилось лошадям. Артисты мне тоже понравились, но мне все понравились, потому что они все добрые и классные. Очень много прям эмоций, особенно когда акробаты выходили, наверху всякие трюки. Конечно, даже мы с мужем и то у нас прям эмоции, а для детей это прям вообще, они все в восторге. Мне понравилось, когда там, где были кони, и там трюки разные делали. Мне понравилось, когда наверху делали всякие трюки. Мне тоже. Да. Очень классное представление, мне очень понравились пудели, как они лопали шарики. Это вообще классно, у меня дыхание замерло, когда летала на высоте тетенька, да, ангелочек. Мне очень сильно понравился этот цирк, понравилось, как ребята скакали на лошадях, все очень сильно понравилось. А также зрителям чудеса гибкости демонстрировала гимнастка на трапеции, волшебство иллюзии, эксцентричный клоун. Эту программу несколько месяцев собирали, словно мозаику. Вместе целая страна, оттого называется, что у нас в программе очень разнообразная, наши все национальности, нашей большой необъятной России. Выезжали по всей России, выискали номера отдельные, которые именно подойдут к этой программе, собирали их воедино. Ушло где-то два месяца у нас на всю подготовку, да, чтобы каждый номер свести. Более 115 костюмов, созданных талантливой художницей Натальей Чистовой. Фантасмагоричные декорации, реализованные по проекту заслуженного художника России Владимира Буэра. А режиссер семейной сказки Виктория Коновалова, ученица Романа Виктюка. Мы соединили несколько видов искусств, это и музыкальное искусство, поскольку у нас здесь и оркестр народных инструментов, и классический цирковой оркестр Санкт-Петербургского цирка звучит, да, и театральное искусство, поскольку я сама театральный режиссер, и убеждена в том, что цирк и театр могут интересно очень дружить. Но театральное в каком контексте? В том, что у этого представления есть нить повествования, есть сюжетное построение, есть кульминации и так далее. То есть это не концерт, не дивертисмент, это выстроенный, полноценный, как мы называем, цирковой спектакль. Программу с многонациональным колоритом создали к празднованию 145-летия Санкт-Петербургского цирка Ченезелли. Осенью 2022 года премьера с большим успехом прошла в Северной столице, а теперь с 11 марта по 16 апреля будет в Рязанском цирке. Времена года становятся действующими лицами, куклы оживают, волшебный клубочек указывает Петрушке дорогу, конек-горбунок взлетает под купол цирка, а люди, звери и птицы говорят на одном языке. Не пропустите! Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Спокойных вам новостей и до встречи в эфире. Эндоскопия в клинике «Семейная» стала более комфортной и безопасной. Колоноскопия, гастроскопия и удаление полипов во сне на современном цифровом оборудовании. Исследования и консультации по лечению желудочно-кишечного тракта проводят врачи экспертного уровня и кандидаты медицинских наук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова